В эфире программа Актуальное интервью. С вами Алена Евдокимова. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об активной конкурсной деятельности нашей Краевой Лермонтовки. Ведь библиотека — это не только книги, но и пространство для творчества и вдохновения как для читателей, так и для работников. И чтобы подробно узнать о ее успехах, мы пригласили в студию заместителя директора по научной деятельности Ставропольской Краевой Универсальной Научной Библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова Веру Белик. Вера Ивановна, здравствуйте! Добрый день! Наша Лермонтовка уже не представляется, конечно, без такого количества мероприятий. Понимаю, что всех их не перечислить, но поделитесь с нами хотя бы самыми масштабными, которые были проведены в последнее время. Наверное, логично рассказать в октябре о мероприятиях, которые посвящены дню рождения Лермонтова. 15 октября, как мы знаем, сама дата. И в этом году мы проводим вторую просветительскую акцию под названием «Лермонтовский диктант». В 2022 году первый раз мы провели такой диктант в онлайн-формате. Что такое онлайн-формат? 26 вопросов диктанта, которым даны варианты ответов, и любой желающий может на них ответить. Почему мы выбрали удаленный формат? Потому что хотели привлечь большее количество молодежи. А отвечать на вопросы можно посредством телефона или стационарного компьютера. Кому как удобно. И, конечно, принимают участие в Лермонтовском диктанте не только Ставропольцы, но и жители разных регионов нашей страны. Мы помним годы его жизни. 1814-й, 1841-й. И вот с этими датами у Лермонтова еще очень много символов. Но в нашем случае 26 несет еще дополнительную нагрузку эта связь с нашим регионом. Вера Ивановна, скажите, а в этом году была больше работа проведена? Или почему, Вы думаете, увеличилось количество участников, причем в разы? Активнее мы привлекаем жителей и других регионов. Информационные письма разослали по всем областным, краевым, национальным библиотекам. Ну и, конечно, здесь и та роль Лермонтова в русской литературе, и та любовь, которую к нему испытывают ведь не только россияне, но и жители многих других стран. А вопросы интересные. И чего стоит один только пример вопроса из поэмы «Бородино». А эти вопросы именно по творчеству Михаила Юрьевича или, в принципе, о его жизни? Вот в каком формате? Из страницы биографии, и, конечно, творчества, и отсылки к его произведениям, и учреждения культуры, которые носят имя Лермонтова. Ну, так, в частности, есть вопросы, когда имя Лермонтова было присвоено краевой библиотеке, Ставропольской краевой библиотеке. Есть вопросы, связанные с домиком, музеем Лермонтова в Пятигорске. Они разноформатные, по разным тематическим направлениям, интересно оформленные, с иллюстрациями, с фотографиями. Поэтому я думаю, что интересна подача материала и привлекла такое большое количество, которое еще увеличится до конца прохождения диктанта. И из года в год вопросы же не повторяются, списать не получится. В следующем году мы будем отмечать 210 лет со дня рождения Лермонтова. Я думаю, мы придумаем что-то интересное. В принципе, с этим мероприятием все интересно. Я думаю, мы зрителей привлекли, да, с 16 тысяч мы увеличим еще больше. Чем еще занималась библиотека? Как вы уже отметили, обо всех мероприятиях точно не скажем. Но вот до конца октября мы можем анонсировать еще декаду правовых знаний. Разноформатная культурно-просветительская работа библиотеки. И вот традиционно декада правовых знаний проходит, в которой принимают участие преподаватели высших учебных заведений, практикующие юристы, адвокаты, прокуроры. Основная аудитория – это студенты юридических вузов. Но не только. Вот в рамках декады 2023 года у нас прошла экскурсия в Музей истории правоохранительных органов Ставрополя. И, конечно, все желающие смогли принять в ней участие. Тематическая выставка под названием «Вы вправе знать о праве» была организована в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Вот мы с партнерами, с краевыми учреждениями культуры реализуем большое количество мероприятий. И очень интересный мастер-класс в рамках этой декады под названием «Мастера культуры права». В рамках Пушкинской карты, то есть его участники – это держатели Пушкинской карты, и с адвокатами, которые не просто рассказали на практических примерах, на примерах и своей деятельности, но и дали рекомендации и по оформлению документов. Ну, все нюансы не раскрою, но отклики участников встречи очень позитивные. Вера Ивановна, это интересно узнать, почему именно правовая декада? Это к какой-то дате привязано, или что казалось бы, что библиотека – это же о литературе, а тут правовая сфера. Вот как пришли к тому, чтобы провести этот ряд мероприятий? У нас очень много направлений, и не только конкретно литература, не только классика или современная художественная литература. Мы проводим и недели финансовой грамотности, и неделю потребителей. Конечно, у нас много мероприятий краеведческой направленности. Очень интересно работает Центр межнационального общения «Диалог». Ну, в нашем многонациональном регионе тоже понятно и логично, почему такой центр создан. Ну, и в плане анонса, давайте вот анонсируем, что 1 ноября в 15 часов у нас состоится вечер посвящения Расулу Гамзатову. В этом году вся наша страна, почитатели, таланта, поэта празднуют его столетие. И вот 1 ноября библиотека тоже приглашает всех желающих на такую встречу. Вход, как всегда, свободный, верно? Да, конечно, ждем всех желающих. Хочу напомнить, точнее, все об этом знают, что библиотека главная в крае. И, как известно, она оказывает методическую помощь всем общедоступным библиотекам нашего региона. Вот расскажите, как ведется с ними сотрудничество? Общедоступные библиотеки – это библиотеки, в которые может прийти любой желающий. Ну, в том числе и наша библиотека, да тоже вот главная публичная библиотека. А говоря о методической поддержке, наверное, стоит рассказать о той работе, которая проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Проект с 2019 года, 2023 – это уже пятый, и следующий год будет последним годом реализации. А меня здесь интересует, ну, наверное, и наших телезрителей в контексте библиотечной работы. Это такое направление, как создание модельных библиотек нового поколения. Вот мы уже неоднократно поднимали тему модельных библиотек нового поколения. Вот современных, интересных, комфортных библиотек. Ну, когда каждый задумывается, а что бы он хотел увидеть в библиотеке? Вот вы соберётесь в библиотеку по месту жительства. Что для вас главное? Ну, я думаю, наличие книг – это очевидно. Но второй момент – это комфортные условия пребывания всё-таки, современные комфортные условия. Чтобы это был не просто столик и стульчик, а вот мягкий диванчик, например, чашечка кофе. Кофе тоже хорошо. Конечно, безусловно, книги. Да, вот печатные издания или книги электронные, которым ты тоже получаешь доступ в библиотеке. Вот при создании модельных библиотек первый шаг, который делают специалисты библиотек, они проводят анкетирование жителей прилегающей территории. Потому что главное узнать, а чего же хотят жители? Кроме книг, кроме интернета, бесплатного Wi-Fi. Конечно же, вот такая библиотека – это место чтения, развития, самопостижения. Конечно, это место общения и реализации каких-то хобби и предложений. Естественно, что хороший ремонт, комфортная мебель, условия для маломобильных посетителей. Вот это всё – модельная библиотека нового поколения. Мне очень приятно отметить, что в нашем крае таких библиотек уже 24. Недавно была открыта 24-я библиотека в Станице Курской. Курский муниципальный округ – молодцы. У них две библиотеки. Одна – центральная библиотека, и вторая – детская библиотека. И вот к тем нюансам, которые мы с вами уже перечислили, у них добавлен ещё библиодворик. То есть в тёплое время года у них на прилегающей территории будет возможность играть в какие-то игры. Читать в беседке. У них расчерчена шахматная доска с большими фигурами. И это тоже, конечно, очень интересно. То есть современные библиотеки, вот именно модельные, можно сказать, что они стали каворкингами, верно? Или это всё-таки отдельная площадка? В том числе ряд библиотек развивает и такое направление. Ну, как каворкинг – это тоже общение. Ну, может, это деловое общение, это возможность для каких-то рабочих занятий, это индивидуальные рабочие места. И это есть в наших библиотеках. А почему мы говорим в контексте деятельности Ставропольской краевой библиотеки имени Лермонтова? На базе нашей библиотеки создан проектный офис по созданию модельных библиотек, курирует эту работу Министерство культуры Ставропольского края, находится работа на контроле у губернатора Ставропольского края, и наш регион входит в пятёрку лидеров по созданию модельных библиотек. 24 сейчас, на следующий год мы отправили 8 заявок, и очень надеемся, что в этом числе будут победители конкурса 24-го года. До конца года мы ждём результаты. Думаю, и надеемся, и мы уверены, что победители однозначно будут, потому что в нашем крае такие специалисты, на самом деле, работают. Это бесценно. И вот хочется отметить, что всё-таки сейчас библиотека становится, действительно, как мы отметили, не просто местом для чтения, а целое пространство для творчества и создания чего-то нового, помимо того, что можно уединиться с книгой. Поэтому мы всех приглашаем. Тот, кто давно не был в библиотеке, он не представляет себе, как она изменилась, как она трансформировалась. Вера Ивановна, давайте подробнее поговорим о конкурсной деятельности библиотеки. Всё-таки тут вы тоже являетесь активным участником. Расскажите, в каких конкурсах принимала библиотека и с какими успехами? Наверное, мы можем начать с такого федерального проекта, как Национальная электронная библиотека. Ну, мы понимаем, что электронная библиотека, в которой оцифрованы документы. Вот Национальная электронная библиотека или НЭП, более 5 миллионов документов. Есть открытый фонд, доступ к которому у всех желающих. А есть часть этого фонда. Для того, чтобы им воспользоваться, надо быть читателем любой библиотеки. Ну, к примеру, нашей библиотеки. И, конечно, пополняется этот книжный фонд. Вот сегодня 5 миллионов, завтра будет, допустим, 5 миллионов 50 тысяч. И в пополнении фонда принимают участие крупные библиотеки нашей страны, в том числе Ставропольская библиотека. В прошлом году мы отправили 5 оцифрованных редких изданий. В этом году еще 25 документов. В этом году мы оцифровали Ставропольские губернские ведомости. Кровеческая газета. Источник, документальный источник. И вот теперь она включена в НЭП. И у всех желающих есть возможность познакомиться и с историей нашего края посредством материалов, опубликованных в этой газете. А вот вы же немножко сказали, как раз хотела спросить, оцифрованы ли, вот знаю, в библиотеке есть самая старая книга, самая маленькая, самая большая книга. Вот именно старинные издания оцифрованы? Или это невозможно сделать? Все книжные памятники у нас уже оцифрованы. А книжные памятники – это те документы, которые мы храним особо. Все они включены в электронную библиотеку, в данном случае уже нашего края. Она называется «Память Ставрополья». Более 7 тысяч документов. И все желающие могут, опять-таки, воспользоваться этими документами. Отлично. Да, это то, что одно направление деятельности. А если мы говорим об участии библиотеки в конкурсах и о победах, я хочу поделиться очередной победой нашей библиотеки. Прошел первый всероссийский конкурс лучших краеведческих изданий по истории и культуре казачества. И библиографический указатель, который подготовили краеведы Лермонтовки, он посвящен казачеству Ставропольского края, он занял первое место вот в таком серьезном конкурсе. Ух ты! Мы вас поздравляем от всего сердца. Спасибо. Он в электронном формате, поэтому не было возможности у меня его захватить. Но на сайте библиотеки тот, кто хочет познакомиться с литературой по теме, а библиографический указатель аккумулирует литературу по теме казачества в истории Ставропольского края Северного Кавказа, он размещен на сайте, и доступ к нему открыт. Отлично. Это очень интересно. Ваше творчество не имеет границ. Это очевидно. Расскажите о еще одном направлении деятельности, такое как научная составляющая. Вот как дела с наукой библиотеки? Поделитесь. Очень приятен мне этот вопрос. И должность у меня звучит, как научная деятельность. Но здесь тоже можно говорить о разных направлениях работы. Одно из них – это изучение истории библиотечного дела в Ставропольском крае, на Северном Кавказе, истории отдельных библиотек, ну и, в частности, Краевой библиотеки имени Лермонтова. В прошлом году мы отметили 170-летие – старейшей библиотеки на Северном Кавказе. И вот то, что я сегодня захватила – это тематический номер, выпуск журнала «Библиотечное дело», который посвящен юбилею Лермонтовки. Номер открывается вступительной статьей министра культуры Ставропольского края Татьяны Ивановны Лихачевой под названием «Старейшая на Северном Кавказе». Это наша библиотека. 14 статей, 14 материалов, которые подготовили исследователи, специалисты Краевой библиотеки. Это научная работа. И посмотрите, как он оформлен. Картина Владимира Орлова, она называется «Центр». Но часто эту картину называют Лермонтовка или библиотека, потому что приоритетно здесь, конечно, изображение. Да, но это ближе к горожанам, конечно, нашим. Поэтому название Лермонтовка. Да, очень удачная картина. Мы её любим. То, что мы говорим о работе с книжными памятниками, с редкими изданиями, исследование, хранение, оцифровка – это всё тоже направление научной деятельности. Ещё одно – это проведение мероприятий научного характера. И вот только что в октябре у нас прошли 15-е Всероссийские Абрамовские чтения. Что на них было представлено, да. Да. Посвящены они известному уроженцу Ставропольского края писатель, публицист, журналист, общественный деятель Яков Васильевич Абрамов. И вот за эти годы, за 15 чтений уже вышло такое огромное количество и исследований, и публикаций, и монографий. Мы это всё делаем вместе с нашими партнёрами, с преподавателями высших учебных научных заведений. И вот теперь имя Якова Васильевича Абрамова широко звучит на территории всей нашей страны. В конце 19-го, в начале 20-го века его знали и прогрессивно, знала и прогрессивная общественность. О нём высоко отзывался Тургенев, Толстой. И вот сейчас имя это возвращено. А результаты нашей работы отражены вот в таком сборнике. «Научно-исследовательская деятельность в региональных библиотеках» – это сборник статей 2023 года. Мне очень приятно сказать, что и работа нашей библиотеки, научно-исследовательская работа здесь представлена в числе 26 регионов нашей страны. Отлично. Конечно, все библиотеки ведут работу. В этот первый сборник попали только 26 регионов. При этом материал сгруппирован по федеральным округам, чтобы легче было обращаться к нему. В Северокавказском федеральном округе опыт Ставропольского края и опыт Республики Ингушетия. А кто же обложкой занимался? Этот сборник подготовлен Российской национальной библиотекой. Это федеральная библиотека, которая в Санкт-Петербурге в этом году, не просто он был презентован, проведено первое всероссийское совещание заместителей директоров по научно-методической деятельности. Вот мне посчастливилось быть участницей этого совещания. И был презентован вот такой сборник, который получили все его участники. Отлично. Я думаю, это тоже еще один повод поздравить вас с такими достижениями. Какие-то еще есть направления в науке? Вот я уже, наверное, много перечислила. Ну, мы можем здесь сказать, что в библиотеке работает доктор наук, шесть кандидатов наук. И вот когда я говорю, что это и исследовательская деятельность, и изучение истории Ставропольского края, ну, вот силами в том числе и научных работников, вот таких специалистов. Да, ну, это высококвалифицированные специалисты, действительно. Поэтому и материал очень качественно собран, разумеется. Поэтому можем еще раз пригласить наших зрителей, да, почитать как и классическую литературу, так и научную обязательно. Еще одно направление деятельности интересное и очень актуальное – это добровольчество, конечно же. Недавно в октябре был дан старт акции в поддержку участников спецоперации. Вот расскажите, что эта акция собой представляет? Конкретно суть данной операции – это изготовление таких небольших, но очень нужных предметов для участников специальной военной операции. Это сушка для обуви и пакеты под названием «Сухой душ». Каждый вторник мы приглашаем всех желающих стать участниками акции с 12 до 14 часов в библиотеку. У нас есть все необходимое для сбора этих предметов. И огромное спасибо, опять-таки, нашим партнерам. Здесь что нужно? Хлопчатобумажное белье, из которого потом изготавливаются, ну вот если сушка для обуви, небольшие мешочки. В эти мешочки насыпается наполнитель, который безвозмездно предоставляет нам ряд организаций города Ставрополя. «Сухой душ» – там несколько компонентов. Я приглашаю всех желающих. Можно просто прийти в библиотеку. Можно прийти и принести вот те предметы, которые я перечислила. Можно оказать помощь в пошиве, ну или еще в какой-то деятельности. А на сколько вообще люди откликаются? Очень отзывчивые. Эта акция у нас впервые прошла в рамках Дня Ставропольского края в театральном сквере в течение пяти часов. Я сейчас не скажу, но несколько сотен вот было изготовлено этих предметов. И два раза, уже вот два раза по вторникам мы провели по два часа. И все эти два часа наполнены тем, что много желающих принять участие. Много у нас людей, которые хотят поделиться теплом своих сердец, которые хотят таким образом передать привет вот участникам СВО. А еще одна интересная акция или краевой проект, который был реализован на территории края с середины августа до конца сентября под названием «Книги особого назначения». И в рамках этого проекта мы предложили всем желающим собрать новые книги. Новые книги законодательного, нормотворческого характера, художественной литературы, детские издания, энциклопедии, справочники. Все то, что может пополнить фонды библиотек новых регионов. Конечно, сейчас выделяются большие деньги на новые регионы. И на комплектование библиотек мы знаем, что из резервного фонда президента Российской Федерации пошли деньги. Но книг много не бывает. Об этом все время говорят как специалисты библиотек, так и читатели. И вот в рамках этой акции «Книги особого назначения» было собрано 4635 книг. Часть из них мы уже отправили в Антрацитовский район Луганской Народной Республики. И часть сейчас подготовлена к отправке. Мы уверены, что у них будет много читателей. И тепло душ Ставропольцев вернется к нам. Это очень приятно слышать, что и сама библиотека занимается добровольчеством. И то, что люди откликаются на это. И в целом, Вера Ивановна, хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня к нам пришли. Рассказали о вашей такой активной деятельности и мероприятии, и конкурсе, и науке, и добровольчество. То есть каждый день невозможно усидеть на месте. Поэтому я желаю вам не терять вот этот энтузиазм. И с каждым годом, конечно, увеличивать количество читателей. Но я думаю, благодаря как раз таки современным библиотекам, однозначно, наше молодое поколение вновь притянется к чтению книг. И мы ждем всех желающих в библиотеках края. Да, еще раз благодарим, что вы сегодня к нам пришли. Дорогие друзья, и напоминаю, что у нас в гостях была заместитель директора по научной деятельности Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова Вера Белик. И как всегда, до встречи в эфире актуального интервью и оставайтесь на своем.